Манхэттен Клаб 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 хотя бы несколько примеров, чтобы понимать, хотя бы в каком русле это все. Ну, вопросы различного характера, как сказал Леша, уже мы все пишем сами, поэтому мы стараемся делать эти вопросы довольно сбалансированными, стараемся делать их такими, чтобы они были прежде всего интересными и познавательными. Вот это вот одна из главных таких функций нашего клуба – познавательная. То, что даже если человек не знает ответ на этот вопрос, то когда Леша, как ведущий, будет этот вопрос комментировать, он обязательно про него расскажет, причем расскажет довольно подробно, так чтобы человек запомнил, и какая-то информация у него осталась. Ну, из примеров можно, наверное, выделить последний конкурс, который очень понравился нашим участникам – это реалии, такие немного переделанные реалии для тех, кто в теме, для тех, кто уже давно играет в подобные конкурсы, ну, что, где, когда. Я думаю, они в курсе, что такое реалии. Это когда загадывается какой-то предмет или персонаж, и у нас есть несколько вопросов, которыми мы наводим их к правильному ответу. Если человек, ну, если команда отвечает. Что было такое чисто Николаевское загадано в этом вопросе, мне интересно. Ну, один ответ был чисто Николаевский. Одним из ответов вот в этом реалиях мы сделали черный ящик, и в черном ящике находился арбуз. И за пять вопросов необходимо было догадаться, что там арбуз, за пять подсказок. Ну, и в конце мы красиво подняли крышечку, Константин поднял, достал оттуда арбуз, и все были рады его увидеть. И потом, я надеюсь, слушать. Мы подарили ему одну из команд. Вот как раз, что за подарки ожидают команды, победители, это какие-то кубки, это что-то материальное, что можно разделить вот так, как арбуз. Первая игра у нас была разминочная. Мы познакомились с аудиторией, аудитория познакомилась с нами. Знакомство было удачным. И теперь вот с 27-го числа мы запускаем уже регулярный чемпионат. Как часто это будет происходить? Раз в две недели. Раз в две недели мы запускаем регулярный чемпионат. И уже каждую игру будем вручать победителям кубки, грамоты, сводить все результаты в единую таблицу и ближе к Новому году провести главный финал года. Вот так. Если сейчас вот, да, будет проходить вот эта лига, назовем ее так, то команды, я так понимаю, будут одни и те же? Ну, на самом деле мы хотим, чтобы участвовало как можно больше команд. И мы, я думаю, придумаем систему. Для каждого кура, да. Да, для каждого тура, разные команды, придумаем систему для того, чтобы она каким-то образом... Как стать участником? Нас можно найти в Фейсбуке. Вот как раз сзади видим, можно сейчас, попрошу вывести это на экран, в Фейсбуке, если искать, то Манхэттен Клаб, как раз вот эта картинка, вы увидите ее, это заглавное в вашей страничке. Да, в Фейсбук, Контакт, как ни крути, в принципе, даже если просто в Гугле написать Манхэттен Клаб Николаев, то вы легко можете нас найти. Ну, также можете искать в сети по нашим именам, например, Панкевич Константин, Алексей Житких, я думаю, вы легко найдете в соцсетях нас, и там у нас есть репосты, регистрируйте команду, там, Google форма, которую нужно заполнить, или просто пишите даже, ну, в личку сообщения, если нет команды, например. Я думаю, все остальное. И лучше поспешите это сделать, потому что вот, по данным на вчера, уже больше половины столов занято, поэтому мы приглашаем всех желающих, но, пожалуйста, поспешите, если вы хотите принять участие. Вот так, друзья, так что спешите для того, чтобы свои выходные, я так понимаю, каждые выходные будут, да, это происходить? Да, раз в две недели, пока что раз в две недели. По выходным или в будние дни? По воскресеньям. По воскресеньям, вот так, в воскресенье у вас есть возможность занять хорошо с друзьями свое время. Вам спасибо за то, что сегодня к нам пришли. Будем ждать теперь игр, игры. Наши девчонки в 2000. Без проблем, я уже на этот раз приду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова